всем привет доброго дня всем участникам группы стальной хват также занимающимися бендингом сочувствующим впрочем всем интересующимися этими вопросами сегодня я хотел бы с вами поговорить о некоторых вещах которые в тех вопросах которые достаточно часто ставится возникает на страницах стального хвата а также приходят эти вопросы и в личную мою почту вконтакте дело в том что ответить на все эти вопросы они настолько объемные ответить в письменном виде мне очень тяжело занимает очень много времени в общем который можно потратить даже на тот же бэндинг зовут меня павликов александр мне 43 года бэндингом как таковым сгибанием я занимаюсь с 20 января на 2014 года то есть в этом году я первый раз попробовал согнуть свой первый первый гвоздь была стандартная двухсотка вот получилось понравилось показали мне это я два человека знакомством с которым я очень рад мне вообще очень везет на знакомых скажем на людей нас на встрече на знакомство это вадим мурашкин и александр кириллов два замечательных человека они не только своими внешними проявлениями замечательными замечательными своим внутренним состоянием своей души своими помыслами и так это видео я выкладываю на странице стального хвата с разрешения создателя этого этой группы вконтакте вадима мурашкина и ее руководство то есть основные вопросы которые задаются на которые хотелось бы ответить это нужно ли разминка для бэндинга перед занятиями бэндингом какова она заниматься сгибаниями объединять их с другими видами каких тренировок или делать в отдельные дни насколько часто делать как воздействует как воздействует базовое упражнение на бэндинг нужны они не нужны как какая нагрузка в бэндинге происходит нам нам на мышцы нас и на скелет человека кого физиология бэндинга давайте пойдем по по порядку вот я постараюсь ответить на эти вопросы отвечать на них ну и по ходу буду затрагивать некоторые другие другие темы значит нужна ли разминка первое ребята конечно нужно как без разминки в любом виде спорта даже при занятиях обычной физкультурой разминка нужно что разминать ребят ну чем гнете то и разминайте в общем то в принципе должны разминаться и кисти и локти в разных плоскостях движение должны быть много суста так скажем сустав должен размяться в разных направлениях мышцы спины чтобы поработали разогрев нужен сколько все очень индивидуально лично у меня ну на это уходит где-то 45 минут я обязательно разогреваясь я нахожусь сейчас в таком возрасте в общем то в принципе я достаточно пристально наблюдаю слежу за своим здоровьем поэтому и вам советую то же самое значит там следующий вопрос это до или после заниматься вы знаете я вам так хочу сказать мое мнение однозначно что заниматься бендингом в один день то есть сразу подряд допустим и допустим той же базой физухой и пусть это будет даже не базовое упражнение там свободными весами а с весом собственного тела упражнения там это либо турник либо брусья отжимания вот то однозначно нет для меня нет почему объясню смотрите если гнуть стержни после такой физухи мышцы ведут себя уже они устали и не стабилизируют суставы можно нанести достаточно большой вред сустава это очень хорошо чувствуется когда ну я прочувствовал допустим ну что на уставшие мышцы пытался вот вы на некоторых видео видели где длинные стержни пытаюсь ломать там на 300 на 250 и начинается играл такая трасс раз раз это уставшие мышцы не стабилизирует в силовой раме стержень не дают его держать четко складывать ему в той траектории в которую в которую нужно вот я считаю что это травмоопасно поэтому не делал бы это сначала бэндинг потом тренировки ну вполне возможно реально но бэндинг занимает очень много сил то есть если серьезно бороться с каждым стержнем обрабатывать объем как это делают некоторые предпочитают заниматься объемом а не бороться с одним стерженьком там допустим до победы на нем нарабатывать я считаю что потом базу делать трудновато скорее бы и я предпочел бы позаниматься после бэндинга позаниматься чем-то таким в более облегченной форме там поджиматься папа подтягиваться может быть с достаточно легкой штангой там на 10-15 повторов что-то поделать такое в скоростном режиме но ни в коем случае я бы не стал потом тяжело жать приседать там или становую делать большая нагрузка на достаточно большая нагрузка серьезный на организм ляжет хотя все мы разные я знаю человека и вы знаете просто как бы мне повезло я могу наблюдать за этим непосредственно это александр кирилл ребят ну гнаться за таким человеком это очень опасно опасно для себя потому что у александра высочайший уровень подготовки физической и метаболизм просто колоссальный какой-то нечеловеческий он словно инопланетянин я это обратил на это внимание при первых наших встречах когда он ради шутки но не шутки а ради знакомства для знакомства показывал что такое бэндинг ломал там гвозди для него может быть на тот момент они были стержни эти уже просты но сколько уху на переломал их подряд передышкой в 3-5 минут ну это не каждому дано поверьте мне он я повидал много людей очень сильных выносливых и так далее так далее поэтому гнаться за таким как александр кириллов просто нереально да и не нужно всем индивидуально каждого свои особенности есть так давайте подведем небольшое резюме в плане того что нужно ли база или вообще так вот так скажем или не нужно ребят ну конечно нужно вопрос стоит в том что со мной на страничках вконтакте несколько человек то что спорили но мы обсуждали эту тему вот ребята либо не поняли мою позицию думают что я ярый противник базой да нет я сейчас все объясню понимаете когда тебе еще там 16 20 25 30 33 там и ты еще у тебя организм еще работает так скажем движется вперед ты можешь заниматься базой нарабатывать ее потом ты база в общем то в принципе уже твой метаболизм начинает тормаживаться вот ты ее либо делаешь меньше либо делаешь ее в поддерживающем режиме я сейчас говорю не о профессиональных спортсменах давайте сразу определимся о любителях так вот в общем то я сейчас пользуюсь той базы ну которая у меня есть она у меня достаточно усредненная то без изменений какая есть такая есть методов кстати накачки базы достаточно они разносторонние по-разному можно к этому относиться это не обязательно штанга не обязательно становая не обязательно присед или там жим лежа но в это другая тема абсолютно кому будет интересно можем пообсуждать там на страничках вконтакте или других там видеовыпусках которые я думаю что это не последний видеовыпуск значит еще раз хочу обратить внимание ребята будьте осторожны и внимательны к своему здоровью занимаясь бендингом допустим я на себе опробуют лишь только один способ гнуть и стержни это оверхенд андер хендом и реверсом я не занимаюсь как бы ту информацию которую я видел в интернете допустим реверс это один из самых травмоопасных способов гнутия стержней андер хенд я думаю что тоже недалеко от него ушел в общем то оверхендом это безопаснее всего но и задает мне вопрос александр почему вы гнете такие длинные стержни на такой длине ребят ну потому что они у меня гнутся получается поэтому это во первых это гну но это одно во вторых у меня достаточно слабые кисти слаб слабый хват поэтому в общем то для меня не андер хенд не не реверс не подходит не могу я им гнуть не умею вот плюс низкий болевой порог на дожатии болят ладони боль чувствую ним а не могу досложить стержень поэтому в общем то стержни длинные сгибаются складываются вот так вот ну во всем своя изюминка так что каждый ищет свои нюансы в этом деле свою особенность свою изюминку еще раз повторюсь какая нагрузка спрашивают что за нагрузка такая бы не в бэндинге что это такое нагрузка есть такой рот нагрузки она сродни так что чтобы тем кто занимается там качается хоть в атлетические залы чтобы было поднят понятно как бы супер замедленные движения а те кто занимается волевой гимнастикой допустим я тоже занимаюсь волевой гимнастикой последние 9 лет железом не занимаюсь не тренируется у меня просто стали последние микротравмы травма плеча была левого в общем то колени поэтому я перестал заниматься железом завязал с этим делом так вот и те кто занимается волевой гимнастикой они знают что такое статикодинамическое напряжение вот в бэндинге пригнуть и стержни это сродни статикодинамике какие еще вопросы возникают ну допустим на последних прям в последних обзорах да на страничках стального схр стального хвата были вопросы по поводу измерений выкладывались таблицы и так далее так далее ребят конечно хотелось бы знать сколько килограмм нужно вложиться в какой-то стержень но давайте правильно воспримем то что я сейчас скажу понимаете есть существуют разные разные способы измерения разные чем они разные ну тем что кто их проводит как их проводит и на чем проводит если допустим одним и тем одним и тем же способом провели сравнительные то есть вот измерение всех стержней которые нас там допустим начиная от двухсоток на разных длинных там двухсот десятки 756 двухсот десятки восьмерки трехсотки восьмерки трехсотки 8 и 8 обрезанные в разных длинных одним и тем же способом плюс туда бы там добавили баррэд бы померили на длине 180 там и обрезанный допустим там до 165 или до 150 вот это одно то есть можно было бы как-то проследить какую-то динамику а постольку поскольку измерение проводится разными способами что я имею ввиду под способами кто вот ну задумывался о том что кладутся стержень кладется зажимается с двух сторон там на два с половиной сантиметра то есть мы попадем сайт на серединку груз вешается кто-то меряет так кто-то меряет один кончик зажимается насколько он зажимается до середины или до этого тогда обо что он гнется и наконец подвешивается либо это в середине стержень кладется на что-то а с краев подвешивается там поняли да о чем идет речь то есть кто как мерил что как мерил если бы был бы один какой-то хотя бы любой измеряющий прибор на сгиб измеряющий стержни и прогнать через него все стержни ну тогда бы была бы какая-то ясная таблица по по нарастанию а так пока ну только только можно догадываться или по собственно по собственным ощущениям я бы еще бы хотел бы затронуть несколько таких вопросов вы знаете вот на страницах хвата стального хвата выкладывается в основном все ребята стараются выложить те видео которые были с положительными результатами то есть сахал все замечательно показал все отлично да хорошо эти ребята задают вопросы сломал сломал а вот подравните мне технику ребят ну тогда давайте так давайте не стесняться наверное на страницах нашей группы мы будем выкладывать все видео которое происходит что с вами происходит тренировочные видео какие-то там побольше их для того чтобы можно было анализировать ошибки понимаете на удачных попытках очень трудно проанализировать что-то научиться чему-то порой не обязательно видеть правильно можно увидеть ошибку и не допускать ее у себя так что я вам предлагаю как бы могу начать самого себя вы не подумайте допустим тот же александр кириллов на страницах хвата выложено уйма видео с ним очень много где он побеждает ребят не побед поражение было не меньше я видел это своими глазами это дело для популяризации этой группы в начале и так скажем организации и популяризации бендинга в россии поэтому так и выкладывали удачные видео вот александр такой же спортсмен как и мы его тоже по себе как когда-то бывает и неудачи в общем то в принципе вот так что не надо этого стесняться и не комплексуйте я уже так с некоторыми общался разговаривали да вот тут кириллов там гнёт да что я там ребят вы поймите саша не соревнуется с вами саша это один из до сильнейший точнее не один из а наверное сильнейший человек сгибатель в россии вот который в общем то соревнуется не с нами средства соревнуются с той элитой которая есть соединенных штатах америки там в австрии где там еще в каких-то странах мир вот и вы как видите количество выложенных видео александра и то ведь которая за последнее время выкладывает иностранцы игра их нет просто по моему их нету ян по крайней мере ничего нового свежего не видел не наблюдал вот они затаились тренируется наверное готовиться вступить в схватку вот поэтому мы то должны выкладывать тоже свое видео показать что у нас есть потенциал нас есть массовость в этом в этом направлении нас действительно уже много так что выкладывайте свое видео обратите внимание значит вот задаются такие вопросы у нас еще маленькое отступление задаются такие вопросы допустим я сломал там двухсотку ломаю на раз двухсотку именно на разных длинных и вот не могу сломать два гвоздя ребят как бы вам сказать ну вы сломали двухсотку на разных длинных напередите на другой на один гвоздь почему именно два вообще два гвоздя два стержня смотанных вместе это большая разница это не один стержень вы наверное хорошо знаете притчу сказку о трех сыновьях и отце который дал им веник сказал сломайте все три сына тужились тужились сломать не смогли отец расплел веник и по одному сломал так что это разные нагрузки совсем абсолютно разные действующие силы там противо и противодействия наблюдайте повнимательнее будьте многие задают вопросы исходя из своей не ну как бы не знаю смотрят видео и не видит их что ли то есть будьте повнимательнее обратите внимание на то что как нужно наматывать намотка это так скажем на мой взгляд три составляющих слом слома стержня это подготовиться к этому нужно намотать и сломать подготовка сюда включает это моральная подготовка то есть психологическая подготовка твоя физическая твоя подготовка как ты подготовился потом наматывание и третье это слом как ты смог все это осуществить вот так вот наматывать надо очень серьезно то есть аккуратно не просто вы в тряпочку заворачиваете а именно намотка но должна быть тугая от этого очень сильно зависит результат должны быть заранее подготовлены дожимы потому что если допустим ломать в двух кожах она настолько начинает ароматизирующий эффект оказывать надо на дожиме что съедает ваши усилия вот поэтому дожимные чопы а вы можете посмотреть на видео у александра кириллова то что раз подготовлен чё подготовлен хлоп одел сделал вот намотки могут быть разные то есть тут использование там романдовских патс сверху кожа техническая там а вот либо двое романдовских патс я бы вот ну вам советовал все же первыми наматывать аэромандовский патс они менее подвержены износу подольше вас служить бы потому что кожа быстро очень выходит из строя стержнем прорывается протирается это одно во вторых и собственного наблюдения вот из опыта так скажем она даже в двойной намотки кожи она загибается попасть по стержне так обгибает его стержне вам гнуть некуда в общем то тут нужно понимать что все равно паци это продолжение стержня и вот жесткая намотка это дает возможность ну и плюс конечно правило съемки видео тоже надо всегда учитывать потому что когда размотали пацаны нужно показать что все все мягкое все гнется ничего